Проект профессионального переобучения расширяет аудиторию. В программе решающие президентские задачи теперь могут участвовать и мамы с детьми. Получить новую специальность совершенно бесплатно могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. А также безработные мама-дошколят. На обучение одного человека предполагают более 46 тысяч рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов. Учитывая количество средств, которые выделены на эти мероприятия, я думаю, что реально в этом году обучить до 800 человек женщин и от полутора до двух тысяч человек старшего поколения. На обучение женщин выделено более 21 миллиона рублей с учетом федеральных средств, а на обучение старшего поколения более 41 миллиона. Обучение стартовало во всех районах области. Для граждан предпенсионного возраста и старшей предложили более 200 образовательных программ. Статистика предыдущего года показала, что чаще всего выбирают рабочие специальности и профессии в области IT-технологий. Есть и новшества. Программа называется «Наставничество в системе развития персонала». Программа формирует гибкие компетенции, которые позволяют участникам разрабатывать систему настаточную в организации. Безусловно, это влияет на долгосрочное развитие организации. Мне уже по работе приходится обучать, наставлять вновь прибывших специалистов. И мне бы очень пригодились такие курсы, чтобы знать, как правильно донести, чтобы помочь именно молодым специалистам адаптироваться. Сертификаты на обучение уже получили более 10 ульяновцев старшего поколения. Еще более полусотни заявлений изучает комиссия. Список необходимых документов и другие подробности можно узнать во всех филиалах кадрового центра региона.